Приветствую вас на своем канале! Сегодня у меня весенние покупки. Я в торговом центре галереи. Начинаю со Страдивариуса. Просто понравились эти брючки такие леопардовые. И остался только размер S. Но я влезла в этот размер. В принципе, они неплохо смотрятся, но я знаю, что после того, как я их постираю, они могут сесть. Не в первый раз знакома с одеждой Страдивариус. Она не сильно качественная. Но брючки мне эти понравились. Особенно мне понравится, если я их куплю, обыграть джинсовой рубашкой синего цвета. Или у меня есть с спущенными плечами такая джинсовая блузочка. Вот он размер S. 139 белорусских рублей. Вискоза, хлопок, клён. В принципе, состав неплохой. Произведено в Марокко. И вот показываю качество. Естественно, есть, где торчат нитки. На видео не видно этих ниток. Но если заглянуть внутрь, конечно, качество не сильно радует. Также зашла в магазин Lime. Очень мне нравится этот бренд одежды. И вот комбинезон. 299 белорусских рублей. 38 размер. И видите, они... То есть, этот комбинезон как будто вымазан. Сейчас очень в тренде. Вот это... Вот такой вот деним выстиранный. Как будто вот рабочие в нем работали. Я не знаю. Но я прибалдела от этого комбинезона. Хотела уже выйти вместе с ним. Но вспомнила, что комбинезоны для жизни не очень-то и удобные. И в жару мне будет, наверное, жарковато. Хотя мне в нем понравилось все. И 38 размер. Сел идеально. Мне нравится, как смотрится вот именно нижняя часть. Все так расширено. То есть, крой, лекала. Все. Высший уровень. И это я в Lime очень редко примерялась. Но мне их лекала очень подходят. Вот видно по мне, что мне очень нравится этот комбинезончик. Он сидит идеально. Это если приблизить. И вот даже можно такую маечку интересного цвета подеть. И все будет замечательно. И с кроссовками, с босоножками. Вообще обалденно все будет смотреться. Вот люблю я деним неравнодушно. Так же не прошла мимо я маечки. Но остался только размер М. Вот такой вот серый. Она с дырками. Ну просто тут все идеально. Вот это сочетание выстиранного серого цвета. Надпись Шанти, насколько я помню. И она чудесна. Сейчас, насколько я знаю, привезли размер S. Ну и с этой маечкой я примерю джинсы. В первый раз примеряю джинсы. 38 размер. Тоже супер удачный крой. Вот этот цвет серый. Сзади вот эти вот дырки. Ну вот тут все сошлось. У Lime, конечно, маркетологи, разработчики, дизайнеры на высшем уровне. И я заметила, у нашей белорусочки, минчанки очень любят этот бренд. И вот так вот смотрится маечка с джинсами. Вот то, что надо. Ну я не знаю, такую майку надо надевать под нее еще белую майку. Вот мне нравится и вот эта вот дырочка под попой. То есть это не сильно вычурно так смотрится. Не вульгарно. Ну маечка вульгарно смотрится. Эска, кстати, мне тоже большевато. Я ее примеряла. Мне надо, наверное, XS брать. И вот так вообще супер. Ну я вот люблю такое вот. Вообще я люблю деним, серые джинсы. Люблю вот такие рваные, именно серые майки. Может быть потому, что они с серебром сочетаются. Также рискнула примерить последний размер. Эсочка платья. 169 белорусских рублей. И платье тоже замечательное. Вот эта вот тоже расцветка замечательная. В моем стиле. Разрез сзади. Конечно, с кроссовками, носками смотрится никак. Лучше я бы нижнюю часть не показывала. Но это просто примерка, как в жизни. Но платье замечательное. Оно такое вот именно стильное. Но тоже, знаете, на прогулке с ребенком нужно наклоняться. Нужно быстро ходить. Платье облегающее. Тут нужно так вот всегда держать спинку. Всегда быть на высоте. Как-то его обыгрывать. Поэтому думаю. А вообще пришла в лайм ради этих маек с мультяшными такими вот героинями. Я хотела взять такой вот большой размер, чтобы она была длинная. Я примерила. Вот начала с черной. Do you believe in love at fast call? То есть верите ли вы в любовь с первого звонка? И вот я начала с маечки в размере L. 79 белорусских рублей 99 копеек. Перехожу к следующей белой майке. Уже с брюнеткой. Тоже она столько же стоит. И размер L. Вот так вот она смотрится. Ну как-то куцовато смотрится. У нас оверсайз расслабил. Хочется большего размера. Попросила консультанта XL. И она мне принесла XL. Вот XL то, что надо. Вот можно и с лосинами, и с велосипедками. И не дает покоя мне этот комбинезон. Взяла в большем размере. Примерит 40 размер. Но 40 размер уже садится такими пузырями. А это мы пошли в кино уже в торговом центре Галилео. Skyline. Пошли на 120 лет вперед с моим любимым Петровым. Фильм очень понравился. И пират этот космический весельчак, в роли которого был Петров, он был замечательный. Как всегда. Потом мы с ребенком. Была пятница. Впереди выходные. Свобода. И у мамы, и у ребенка. Мы решили прогуляться по парку. И вот запомнил у меня младше, что здесь Виктору Цою посвящена вот такая вот стена. Очень многие идут, останавливаются возле этой стены. И я сколько раз ходила, не обращала внимания. С другой стороны рисунки Виктора Цоя. Вот такое вот у нас есть роскошество. Вот такое вот у него видение мира интересное. Ну рисунки тут тоже он талантлив. То есть человек талантлив во всем. И дальше мы пошли гулять. Прогулочка. Прогулочка мы любим. В тот момент все расцветало. Все деревья белые, красивые. Как будто снегом покрыты. Я обожаю эту пару года. Вот остановилась даже понюхать эти цветочки. Я обожаю вот эту раннюю весну вдыхать. А сейчас, в данный момент, уже сирень у нас расцвела. Тут еще сирень не расцвела. То есть неделя очень решает все. За неделю просто природа обновляется. Ну как вы поняли, я купила белую майку в размере XL. То, что надо. Видите, она не вульгарно смотрится. Но мне хочется как-то вот эту черную маечку. Ну вообще больше всего мне хочется серую. Но акцент все-таки на этой майке. Она мне подходит по стилю жизни, для прогулок. И вот я перед путешествием попросила мужа поснимать, показать, как смотрится она на мне. Мне она нравится. Всем привет! Решила поделиться еще покупочками. У меня случились такие мелкие покупочки. Но я хочу отметить такой факт. Если вы видите у девушки-блогера надпись на дожке, что обзор весеннего гардероба, покупки весеннего гардероба, и у нее там огромный выбор одежды, то это естественно ей присылают на обзоры. У этих девушек великолепные обзоры. Я не спорю. Сама смотрю. Иногда вдохновляюсь. Но вот я хочу поделиться тем, что я обычно покупаю в городе Минске. Я обычная женщина, мама двух мальчиков. И вот, да, у нас есть в Беларуси проверенные бренды, качественные. И вот мы покупаем в Беларуси колготки Конте. Я очень люблю этот бренд. И у меня все мои колготки порвались. Мне нужны были новые колготки. Я вот купила у них какие-то новые пакетики. Тут, видите, по-современному так вот оформляют. Я купила двое колготок. Одни колготки универсальные. Те, которые покупают все женщины, они должны быть в гардеробе всегда. Это Конте классический стиль 3М. Здесь вот есть таблица. То есть смотрите, свой рост, вес. И у меня троечка. Еще хорошо, что троечка. Я уже вскрывала. Хотела в спешке надеть в путешественную. Потом думаю, надену я джинсы. Не буду в колготках. Хотя иногда нужно и колготочки надевать. Тогда бы, если бы я надела длинную юбку и колготки, я бы, не стесняясь, ходила бы в церковь, заходила бы. И вот колготки у них идут. Вот такая вот картонная часть. Здесь тоже колготки вот такие у Конте есть. Но у Конте очень большой ассортимент. Хорошие колготки. Но это классика жанра. Я просто показываю. И я люблю запах новых колготок. Это просто что-то. Вот они, эти колготки. Прекрасные. Именно такой цвет мне нужен. Покупаю 40 ден, потому что 20 ден я могу порвать сразу. Они прекрасные. Все, что здесь заявлено, я подтверждаю. Это колготки Соло. Содержат эластановую нить и произведены по современной технологии. Это удобные, практичные колготки. Подписываюсь под каждым словом. 88% полиамид, 12% эластан. Можно стирать. Уплотненный мысок, уплотненный верх и большая вставка. Вот насчет этих обещаний я не знаю. Давайте посмотрим, уплотненный здесь мысок или нет. Да, здесь мысок уплотненный. У меня обычно ноготь на большом пальце рвет носки, колготки. Я очень много хожу, поэтому у меня носки рвутся. Это просто что-то. И также здесь носок уплотненный. Верх тоже уплотненный. Видите? Верх тоже уплотненный. И большая вставка на причинном месте. Большой вставки я не вижу. Но уплотненный вверх. То есть великолепные колготки. Покупаю, проверены. Многие покупают. А вот вторые колготочки я просто вдохновилась. Вот мне захотелось такого счастья. Я очень люблю колготки со швом сзади. Но здесь не простые колготки со швом сзади. Здесь они еще такие, видите, блестящие. Ну давайте же посмотрим. Это люкс линия. Люкс лайн. И если читать, Конт и Элегант представляют эксклюзивную коллекцию женских фантазийных колготок, леггинсов и чулок. Они станут великолепным дополнением вашего образа. И вот я купила. Также здесь заявлено, что эластичные фантазийные колготки с люрексом, плоский шов и хлопковая ластовица. Купила троечку. Не ошиблась. Неро. Ну вот захотелось мне фантазийных колготок. Вот так вот они выглядят. Сейчас, тем более это в тренде. Все упаковано по высшему классу. Как всегда, вот такая вот картоночка. И здесь тоже представлены колготки. На любой вкус. Кто что любит. Ну давайте посмотрим на эти колготки. Сколько здесь дэн? 30 дэн, к сожалению. Что-то я не посмотрела. Мне так захотелось у люрекса в свою жизнь, что я их взяла. Значит, и они выглядят вот так вот. Я даже постараюсь вам их примерить. Ай, ну красивые. Красивые колготки. Напишите, любите ли вы колготки со швом сзади. Я знаю, что многие любят, и я раньше носила классические колготки со швом сзади. Единственный недостаток. Они смотрятся очень элегантно. С лодочками, со шпильками, с чем угодно. Но у них такая особенность. То есть их надо аккуратно так вот одевать, чтобы сзади вот этот вот шов выглядел ровно. А то он иногда вот так вот может выглядеть. Ну, молодцы. Конты, что они как-то вот вдохновляют. Причем, вот посмотрите, шов идет здесь вот до сюда. И здесь насчет обещаний. Я же прочитала. Насчет вот этих фантазийных колготочек. Плоский шов, хлопковая ластовица. 64% полиамид, 24% полиэстер и 12% ластан. Тоже стирать. Значит, стоимость я не сказала. Тут так хвалю. Какая же стоимость? Эти обычные колготки стоят 5 белорусских рублей 99 копеек. 6 практически белорусских рублей. А фантазины дорогие. То есть 18 белорусских рублей 99 копеек или 19 белорусских рублей. Такая цена-обманка. 18,99. Но все равно я вижу, что хоть и 30 ден, они будут носиться очень так вот хорошо. Не рваться. Надеюсь, мне повезет. Я не зацеплюсь. Но такого люрекса мне захотелось. И это не все, что я купила. Это конты. Просто нужны были колготки. А еще я в одном видео показывала, что я купила себе трусики. То есть я нашла в нашем белорусском бренде Mark Formel трусы, которые мне подходят. Они с рисунком тату и без рисунка тату. Я люблю классические трусынки, стринги, бразильяны. Не надо мне этого. Мне неудобно в них. Они мне отравляют жизнь. Я люблю классические трусы. И вот к своим классическим трусам тату я купила лифчик. Вроде бы я девочка, уже ржавшая два раза, мне нужны все-таки поддерживающие лифчики. Но так как у меня не сильно большой размер, хотя у меня есть кофточка, и мне написали, что я очень вызывающе выгляжу. Я кричащая выгляжу, как можно выглядеть кричащая с грудью моего размера. Я даже не буду говорить, какой у меня объем. То есть она есть грудь, но она не так, чтобы мне тут писали, что у меня не скромная кофточка. Значит, кофточка удачно подобранная. Это мне как комплимент я воспринимаю. И что моя грудь выглядит пышной, привлекательной, раз мне такое написали. Значит, я купила бюстгальтер вот такой вот. Я за ним гналась. Их раскупили почему-то. За этот бюстгальтер женский 75Б. Я заплатила, сколько я заплатила, вот чек 33 белорусских рубля 48 копеек. Я еще носки купила. Поэтому бюстгальтер стоит 27 белорусских рублей 99 копеек. Вот такая вот стоимость бюстгальтера. То есть это тоже бюджетный, очень аппетитно расписан цвет тату на бежевом. Но я люблю, как Марк Формель называют свои цвета, там у них и кофейные оттенки. Ну вот такой вот лифчик. Но он великолепен. Тут у меня звук. Очень мне нравится. Здесь и рисунок, и все здесь чудесно. Он такой вот прекрасный, на мой взгляд. Что-то я полюбила Марк Формель, представляете? Но здесь еще написано сорт первый. То есть в Марк Формель можно купить не только одежду, не только носочки, не только ночнушки, пижамки. А можно еще и замечательное белье купить, которое, например, в других брендах стоит дорого. Состав 92% полиамид, 8% эластан. Но я прощаю этот состав за вот этот вот рисунок тату. Я обалделю. Вот такие вот покупочки прекрасные случились. То есть я познакомилась и с брендом Lime более близко. Я бы там, конечно, скупила бы много чего. Потому что там всегда такие провокационные наряды, интересные в моем стиле. Я вот люблю вот этот вот тренд на джинсы, вот эти вот состаренные, вытертые, вот эти вот с дырочками, маечки. Я вот это все люблю. Деним и под грязный сделанный. Я все это люблю. Поэтому Lime бренд у меня откликнулся. И маечка мне понравилась по качеству. Я ее уже поносила, как вы видите. Даже в путешествия съездила. Колготки у Конта это вообще уже проверенный вариант. Но показывала, что есть еще и фантазийные. И мое открытие это белье от Марк Формель, которое я не хочу снимать. То есть я его начала покупать интенсивно. Делитесь своими покупочками. Какие бренды нижнего белья, колготок вы предпочитаете? И какой бренд вы на сегодняшний момент, может быть, открыли для себя с новой стороны? Очень интересно будет встретиться с вами в комментариях. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Всем желаю здоровья, отличного такого солнечного настроения, задорного.